Здравствуйте, друзья, добро пожаловать на наш канал The Mail TV. Прежде всего, желаю вам счастливого Нового года. Сегодня мы обсудим первый игровой сериал во франшизе «Звёздных войн» Мандалорианец. Как большой поклонник «Звёздных войн», я надеюсь, что вам будет интересна эта история. Мандалорианец выходил в эфир два сезона, и мы слышали, что третий сезон будет анонсирован в середине 2022 года. В первом сезоне Мандалорианец разделён на восемь глав. Глава 1 – Мандалорианец. Глава 2 – Ребёнок. Глава 3 – Грех. Глава 4 – Святилище. Глава 5 – Стрелок. Глава 6 – Заключённая. Глава 7 – Подсчёт. Глава 8 – Искупление. Итак, друзья, давайте перейдём к истории первого сезона. Мандалорианец – первая серия первого сезона американского потокового телесериала «Мандалорианец». Он был написан шоураннером сериала Джоном Фавро, режиссёр Рик Фомуева и выпущен на Disney+. В этом эпизоде Педро Паскаль играет мандалорца, одинокого охотника за головами, вернувшего дитя. Этот эпизод был номинирован на три премии приметями Emmy Awards, две из которых были выиграны. История эпизода начинается через пять лет после падения империи, мандалорский охотник за головами собирает беглеца после драки в баре на ледяной планете Мальдокрис и возвращается на планету Навара на своём корабле Разер Крест. Он встречает Грейфа Карага, лидера гильдии охотников за головами, но ему предлагают только низкооплачиваемую награду, которая не покрывает дорожные расходы. Чтобы заработать изрядное вознаграждение, мандалорианец принимает таинственную комиссию, для которой Карага может предоставить только адрес для встречи с клиентом, который хочет сохранить описание должности в тайне. У клиента, который использует имперских штаммовиков, в качестве телохранителей неясная цель вернуть мандалорца живым. Единственная информация, которую он может предоставить, это возраст, 50 лет и последнее известное местоположение. Взамен клиент передаёт охотнику за головами полные контейнеры бискира. Он обещает получить в награду меч-редкий металл, который мандалорцы используют для изготовления своих доспехов. Получив одноразовый заказ от мандалорца в качестве первоначального взноса, мандалорец встречает броню в мандалорианце, партнёре по жилью в Анклаве. Оружейник, который плавит металл в наплечье, предназначенном для мандалорца, утверждает, что металл был собран во время Великой Чистки и будет спонсировать дополнительных основателей, как когда-то был мандалорианец. Мандалорец отправляется на пустынную планету Аравалла, семь и встречает уроженца по имени Куилл, который хочет избавиться от преступников и наёмников, которые сейчас живут в этом районе. Куилл учит мандалорца ездить на Блорг, так как нет наземных транспортных средств, которые могли бы пересечь эту область, и отправляет его туда, где находится его награда. По прибытии в убежище мандалорец неохотно объединяется с драидом-наёмником IG-11. Им удаётся очистить территорию от охранников Ника и обнаружить, что награда зелёная, похожая на младенца существо с большими ушами. IG-11 планирует убить его, но Мандалорец взрывает дроида, чтобы защитить ребёнка и награду. Итак, ребята, на этом сезон одних глава 1 заканчивается. Теперь пришло время для первого сезона, 2 госезона «Ребёнок». Глава 2. Дитя. Вторая серия первого сезона американского потокового телесериала «Мандалорец». В этом эпизоде Педро Паскаль играет мандалорца, одинокого охотника за головами, вернувшего дитя. Этот эпизод был номинирован на три премии приметями Emmy Awards, две из которых были выиграны. История начинается, когда мандалорианец возвращается на свой корабль пешком с дитя на буксире. На него нападает трио воинов Трантхашана. Он расчленит человека, который пытается убить и убивает ребёнка, показывая брелок слежения. Вернувшись на свой корабль, он находит команду с Явой, очищающую его части. После короткого боя они отступают к своим песочникам и ионизируют взрыв. Они сбивают мандалорца без сознания. Он возвращается на свой корабль и обнаруживает, что он обнажен, а все его оружие украдено. С помощью Куила он торгуется с челюстями, чтобы вернуть части своего корабля в обмен на получение яйца грязевого рога. Мандалорианец сражается с гигантским рогатым зверем, но его избивают и бросают в грязь, его оружие выходит из строя, а его броня сильно повреждена. Когда животное атакует, чтобы уничтожить мандалорца, ребёнок использует силу, чтобы поднять его, позволяя мандалорцу ударить ножом в шею и убить. Он возвращается с яйцом, и Джава открывает его и съедает его содержимое. Он и Куил ремонтируют свой корабль, после чего Куил отклоняет предложение мандалорца о награде и управляет своим кораблём. Расставшись с друзьями, мандалорианец уносится в космос, и ребёнок просыпается, исчерпав себя с помощью силы. Продолжение следует...